Здравствуйте! С вами программа «Зачетный кадр» и я ее ведущая Ольга Пранкевич. Сегодня у нас в гостях ученица 10 класса средней школы номер 38 города Гродно, активная участница республиканских олимпиад, а также обладательница третьего места на втором этапе республиканской олимпиады по биологии Анастасия Заборовская. Заборовская Анастасия Андреевна. Родилась в Гродно. Училась в средней школе номер 38. Нравится химия и биология. Интересуется гуманитарными науками. Трижды награждена дипломом третьей степени на втором этапе республиканской олимпиады по биологии 15, 16 и 17 года. Изучает польский язык, любит художественную литературу. Считает, что не существует лишних или ненужных занятий, все несет в себе опыт и знания. Привет, Настя. Я предлагаю пройти небольшой блиц-опрос. Что для тебя значит учеба? С каким литературным героем ты себя ассоциируешь? Чего ты больше всего боишься? Сделать и пожалеть или не сделать и пожалеть? Кем ты себя видишь через 5 лет? Есть ли у тебя кумир? Три главных качества, которыми должен обладать ученик. Большое спасибо за блиц. Теперь давай перейдем в студию. Настя, ты участвуешь в олимпиадах седьмого класса уже почти 4 года. Скажи, а с чего все началось? Все началось, соответственно, с седьмого класса, когда я уже проявляла некий интерес к своему предмету, к биологии. И тогда, заметив это, учитель предложил мне начать готовиться к олимпиадам. И, соответственно, в седьмом классе, как только достаточная подготовка была пройдена, я прошла на район с третьим дипломом. А твое участие в олимпиадах не влияет на изучение других школьных предметов? Оно не влияет никаким образом, потому что все-таки каждому предмету я уделяю достаточно внимания, и все зависит только от моего понимания каждого предмета. А куда ты планируешь поставить, если не секрет? Пока что медицинский, это только такой профиль определен, а какая именно отрасль, я не определилась. К чему тянет? Вот к чему душа лежит? Даже не знаю, но, возможно, стоматология, может быть что-нибудь другое. Как пойдет, есть еще много времени подумать. Настя, ты уже два года как занимаешься польским языком. Скажи, почему именно этот язык, а не английский, например? Сначала мне было интересно, какой язык все-таки в соседней стране будет ли он таким сложным. Думала, что не будет с ним проблем, но, как оказалось позже, все не так просто, и этот язык действительно сложный в некоторых его пониманиях. И мне просто он заинтересовал, стало интересно его учить. А английский я изучаю в школе, хоть я его и не так хорошо знаю, но все-таки пока этого достаточно. А какой бы ты язык еще хотела бы учить, кроме английского, польского? Ну, пока таких определенных идей к изучению нового языка у меня нет, потому что нагрузка и так есть. Но, возможно, в будущем какой-нибудь язык я и выберу. Хорошо, мы для тебя подготовили фотографию. Расскажи, что это за задание? Это моя 38-я школа, в которой я учусь с самого третьего класса, вот уже на протяжении семи лет. Химбиопрофиль все-таки. Эта школа вызывает у меня какие-то достаточно смешанные ощущения, эмоции, потому что сначала это было какое-то даже тяготило в пятом, может, в шестом классе. Мне не нравилось учиться. А потом у меня пошли такие углубленные познания биологии, самой химии. Мне стало нравиться учиться не только в этой школе, но еще и дома стало заниматься. Тогда давай сделаем селфи на фоне твоей любимой школы. Настя, большое спасибо, что ты сегодня пришла к нам в студию. Мы желаем тебе успехов и дальнейших побед на Олимпиадах. Не только в этом году, но и в дальнейшем. Большое спасибо и спасибо вам за то, что пригласили сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok